С подарками и открытками Накипа Хайрулина навещает глава Чистопольского района Дмитрий Иванов. Ветеран встречает гостей в хорошем настроении и с улыбкой. Впрочем, Накипа Бый такой всегда. Несмотря на свой почтенный возраст, а в феврале фронтовику исполнилось 99 лет, он полон энергии. А роковые и сороковые помнят четко. В армию его призвали в 1942 году, в 18-летнем возрасте. Он поступил в военное пехотное училище. Окончив его, отправился на фронт. В боях был дважды ранен. Более 75 лет он живет со свинцовым осколком в груди, который не дает о себе забыть. Пройденный боевой путь я все помню. Участвовал в освобождении территории Белоруссии, России, Украины, Польши. И дошли до Германии. И я участвовал со своими солдатами, взяли Берлина и возвращались там, память на Трехстаг. В тот же день подарки от администрации и руководства республики получал ветеран Великой Отечественной войны и речного флота Алексей Егоров. Дмитрий Алексеевич придет. Гостейн встретил как положено при параде. По просьбе ветерана дочь надела на него тельняшку и китель с орденами и медалями. Алексей Михайлович родился в деревне Березовка. Работал в колхозе. В 1939 году устроился матросом на теплоход «Балхаш», который в начале Великой Отечественной войны совершал рейсы по Волге, перевозил военные грузы в Сталинград. В марте 1942-го он стал курсантом пехотного училища в Куйбышеве. А в июне в составе 13-го отдельного истребительского батальона рядовой автоматчик Егоров участвовал в боях под Москвой. К сожалению, с каждым годом ветеранах, воевавших на фронтах Великой Отечественной и ковавших победу в тылу, становится все меньше. По данным, на 3 мая в Чистопольском районе проживают 8 участников Великой Отечественной войны и 221 труженик тыла.